Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня вот в такой чудесном, чудесном, с таким видом, о чем же мы будем говорить? Конечно, о прекрасном поле, точнее, о прекрасном здоровье нашего прекрасного пола. Здоровье, здоровье, женское здоровье – наша тема. Я думаю, что сейчас мы и начнем, может быть, продолжим в другом месте. Но хотелось бы озаглавить вот что. Но женское здоровье, это, можно сказать, состоит на трех китах. Первое – это, конечно же, здоровье поджелудочной железы. Второе – это, конечно же, здоровье яичников. И третье – это здоровье ваших надпочечников. И если, соответственно, ваши надпочечники нездоровы, это будет сказываться на здоровье яичников. Вспоминаем тот же поликистоз, всем известный. И еще один момент. Если у вас есть инсулинорезистентность и проблемы с поджелудочной железой, не забываем, туда же входит и заболевание панкреатит, то, соответственно, в вашем случае будут формироваться проблемы не только с поджелудочной железой и с инсулинорезистентностью, но и будут формироваться также проблемы с поликистозом, да, яичников. Также, соответственно, когда у нас идет поликистоз яичников, у нас начинаются проблемы с андрогенами. Поэтому, когда вы приходите к врачу-эндокринологу и видите большую кучу анализов, теперь вы будете понимать, что эти анализы рассчитаны фактически на огромный спектр органов, да. И, соответственно, не проанализировав этот огромный спектр органов, вы можете упустить свои латентные, то есть скрытые заболевания. Дорогие друзья, дорогие девушки, специально для вас, совершенно бесплатно, в моем телеграм-канале внизу будет ссылочка на мой, соответственно, чек-лист для здоровья, для женского, полный список гормонов, которые нужно сдавать при поликистозе, при, соответственно, различных других заболеваниях, органах и систем, все, что отражается не только на вашем внутреннем состоянии, но и внешнем виде. Чтобы вы были всегда молоды и прекрасны. Кто смотрит меня первый раз, меня зовут доктор Кравцев, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье!